Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Домашняя Незабудка, Пиратская Жизнь, Татьяна Красник на Дзене. Посмотрела я очередной Танин видеоролик, очередную часть, как все это было, чувства и эмоции. Да, ребят, с каждым разом сложнее и сложнее смотреть Танины видео и слушать Танины рассказы. Но, понятное дело, это то, что испытала она, то, что пережила она внутри, и она действительно хочет освободить свою душу, все рассказать. И вы знаете, не нам ее судить, зачем, почему, потому что такие вопросы появляются вновь и вновь, и не затронула бы, она в очередной раз сказала эту тему, если бы не ковырнула пиратка, если бы не понеслась гниль именно от нее. Значит, ей так хотелось, значит, пришло время бумеранга, как бы ей не хотелось, но Татьяна выпускает видеоролики каждый день и будет выпускать их, пока ее, можно сказать, душа очистится от этой пиратской грязи. Рассказывала она историю, как ей тяжело было, она не знала, что такое мама, и как бы ей хотелось видеть маму, неважно какой, и как бы ей хотелось, чтобы это все было ошибкой, что мама жила, неважно в каком она состоянии, неважно где, она бы ее, конечно же, нашла, она бы ее приняла, любой, и это понятно, это понятно. Глаза, конечно же, наполнены болью, и плакала она, и любому человеку, кто, наверное, имеет сердце, сострадание, невозможно было не плакать вместе с ней, да, это, собственно, нормальное явление. И чем больше, ребят, я смотрю пиратку, тем больше я начинаю понимать Татьяну, потому что я говорила изначально, да, помните, что я не понимаю, зачем, для чего все это. Чем больше слушаю Таню, и чем больше я смотрю, особенно сейчас, да, параллельно пиратку, тем больше и больше я понимаю, сколько в пиратке гнили, а сколько в этой вот женщине, да, казалось бы, сильной, сколько в ней терпения, и сколько боли, сколько обид, хотя вот она говорит, да, что обид вроде как и не осталось, и простила она всех, и даже Люба попросила у нее прощения, мама Нины, и перекрестила ее, но это уже получается перед смертью. Вы знаете, да, обидно, когда живешь, никому не нужен, абсолютно никому не нужен, а еще тут такая сестра, да, которая поливает и мужа, поливает и детей, ну, правильно, ребята, она-то мужа своего, Фовку, может быть, за мужа и не считает, а за подружку, пожрачки, своих детей у нее нет. Что она вообще может понимать в жизни? Она только понимает, как кишку набить, поржать и потрындеть на камеру. У нее друзей нет, и Фовкина родня уже тоже скоро будет, знаете, в стороне, я более чем уверена. Но Таня, представляете, она даже про Фовку отзывается как, да, что ничего к нему не чувствую абсолютно, вот она, по-моему, даже и зла не испытывает к нему. После того, как он гнилым ртом коснулся ее детей и мужа, и то, и то она особо не испытывает какой-то, знаете, наверное, злости и неприязни к нему. Нет, неприязнь, конечно же, есть. Отвращение от такого человека, естественно, не может никуда уйти. И о семье у Вовы, как она отзывается. Люди работают, работающая семья, и это уже хорошо. Потому что с детства Татьяну приучили работать, и она всю жизнь работала, и она понимает, что все достается в жизни при помощи труда. Ну, а про Фовку она понимает, что языком-то он своим гнилым, плямкал, не от большого ума. Про диагнозы Таня Фовкина ничего не сказала. На самом деле, вы знаете, может быть, даже если бы она и знала что-то, то я не думаю, что она стала бы афишировать на весь мир. Хотя, не знаю, может быть, и рассказала бы. Ну, хотя диагнозы – это проблемы, это проблемы со здоровьем. Ну, и, собственно, я, на самом деле, бы такое не озвучивала. Ну, интересно, да, Татьяна предупредила семью Фовки, чтобы с Нинкой были осторожны, потому что Фовка может свалиться к ним назад в зал с кроликами. Ну, в принципе, такое тоже вполне возможно. Нинка, она живет даже с Фовкой, по-моему, и в ожидании от Фовки выгоды. Ну, то есть, скажем так, наследство, которое ей хочется урвать, эту долю от бабушкиной квартиры. Ее профукать, а потом и Фовку можно выставлять. А пока цель есть, ее нужно реализовывать. То, что Нинка метит на наследство, давно уже понятно. Давно. Сколько раз было сказано ей, что у Фовина квартира, Фовина квартира. И каждый раз, когда она там снимает, туда заходит, она всем поясняет. И, наверное, скорее всего, это Доскинским, да, она говорит, что это Фовина квартира, чтобы они не забывали, что есть еще Фова. Ну, не Фова, а считай Нина, потому что если Фовина, то уже не Фовина, а Нинина. Ну, и окончание Танинова рассказа, оно хоть и не позитивное, но как утешение для пиратки, что Нина может спать спокойно завтра, потому что завтра было бы у мужа день рождения Татьяны. И она хочет рассказать историю знакомства. И якобы тут уже пиратка может выдохнуть. Очередные скелеты из сундука доставать завтра она не будет. Ну, а еще, ребят, знаете, что хочу сказать? Ответить некоторым на такой вот, да, вопрос, на комментарии, что вот, как только Татьяна закончит рассказывать все эти истории, кто ее смотреть будет? Она не будет якобы интересна никому. Вы знаете, на Ютубе, когда я посмотрела две части на разрыв души, где Татьяна рассказывала, что случилось, как так получилось, да, про скандал с пиратами, я просмотрела эти две части и потом продолжила ее смотреть. Простые, обычные домашние влоги. Да, и не для того, чтобы там записывать какие-то обзоры, я об этом и не говорила. Только лишь у меня как раз-таки были обзоры на разрыв души. Я просто смотрела для себя, для своего удовольствия. Пересматривала некоторые. Некоторые новые смотрела, где она готовила, где она что-то рассказывала про животных. Последний ее влог я несколько раз смотрела, как они с кошечкой в ветеринарку шли. Я все в ожидании была, что будут какие-то новости про кошечку. Что-то она расскажет, но на этом видеоролике она закончила съемку и больше не снимала долгое время. Поэтому я хочу сказать, что после всех этих рассказов, после всех этих частей, после того, как опустошится этот сундук, я думаю, что зрители, которые пришли к Татьяне, останутся с ней и будут смотреть самые обычные влоги. Добрые, теплые, интересные. Потому что если человек излучает тепло и добро, то этот человек всегда будет интересен. И к такому человеку будет притягивать. Ну, а таких, как Нинка, забегают посмотреть ради того, чтобы поржать. То есть такие люди, они не привлекают. Они лишь привлекают на комментарии, на грязные комментарии, на негативные комментарии, что, собственно, и заслуживают. Потому что такие фриковые каналы ничего хорошего, собственно, не могут заслужить. Что показывают, то и получают. Гадость, мерзость, грязь. Да, всё это мы видим на пиратском канале. А сейчас ещё и больше узнаём, какое у обоих грязное нутро. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok